Доброго времени суток, дамы и господа! Давненько я не появлялся в эфире ни с чем, и с видосиками тем более, но тут внезапно образовался довольно-таки неожиданный даже для меня повод запилить видос. Спустя 7 лет, как вы могли догадаться по названию видоса, я вернулся в Warcraft. Пока совсем ничего не было, до анонса о Лиге в Торчке, до того, как заанонсировали грядущий сезон Диабли 4, до того, как произошел анонс каких-то тизеров Exile Con или чего-то еще, заниматься вообще было нечего. И мое внимание привлекло то, что, заходя в свой Battle.net клиент, не помню для чего, по-моему, поиграть в Диабол, ту же самую, да, кстати, в которую я пошпилил всего 4 дня и забил в итоге, выкинув там 8,5 тысяч денег просто в помойку. Вот, заходя в Battle.net клиент, я увидел скидки на Warcraft. К сожалению, с деньгами было тогда хреново, но большое спасибо Сетусу. Этот человек снабжает уже неоднократно меня играми, его ник должен вылезти там где-то вот рядом с моей головой, вот, который проплатил мне Warcraft и месяц игры, я оказался снова здесь, откуда я уходил, из-за того, что игра мне, в принципе, во времена Легиона не понравилась тем, что была просто адская дрочь. Да, и про крафт для меня игра, про рейды. И то, что сделали с рейдами, потому что тюнили их под прокачанный артефакт, мне очень сильно нравилось. Играл я довольно-таки в хардкорной гильдии, да, приходилось иметь еще несколько альтов, с этими альтами тоже приходилось формить артефакт павр, и я ушел на пике, как говорили люди этого фарма, после того, как я смотался, все это уже стало гораздо проще, появились качап-системы, которые позволяли формить это все быстрее на альтах, ну и в целом гринд как таковой уже более был не нужен, но на тот момент, если честно, я уже просто не вывозил, и как только мы добили мифик Гулдана, я просто-напросто альтов 4-лся из игры, и до сих пор на нее не заходил. Вот. Игра я сейчас уже оканчивается вторая неделя, и у меня есть о чем рассказать, вот есть много какой информации, как со стороны нового игрока, так и со стороны игрока, который играл когда-то в бородатые времена, начиная там с катаклизма, и плотно рейдил вплоть до середины легиона. Чем, чем вообще я тут занимался? Залогинись в первый раз, конечно же, пришлось убить чудовищное просто количество времени на то, чтобы восстановить интерфейс, чтобы вот из этого получилось то, что вы видите сейчас на экране. Потому что интерфейс, если ты собираешься хоть что-то делать, является довольно-таки серьезным. настроить все менюшки, ауры, викауры, точнее, да, там, с положения рекаунтов, красивые и удобные немплейты, кастбары, рейдфреймы, твои фреймы. В общем, я думаю, что люди, которые хоть когда-то играли в варик, и хоть как-то сталкивались с более-менее серьезным там, геймингом, да, назовем его так, должны понимать, о чем речь. Я человек консервативный довольно-таки, вот, я до сих пор помню, что и где у меня было, даже по просветствии, довольно-таки большого количества времени, вот, и интерфейс пришлось поднимать заново. Да, я примерно помню, какие аддоны я использовал, какие-то из них перестали поддерживать, какие-то из них заменили на другие, то есть, есть аналоги. Ну, вот, и там порядка трех часов, прямо на стриме, вот, мы сидели, восстанавливали интерфейс, сидели, рофлили с того, что вот это как в Саус Парке, спустя четыре часа, когда я действительно настроил себе все, что я хотел, хотя на самом деле, я до сих пор еще нифига не настроил, на тот момент это была такая, какая-то проходная версия интерфейса, я начал играть в игру. Чего хочу заметить. За те годы, пока меня не было, это еще, по-моему, начинали делать, когда я играл, вот, начали обновлять модельки старые на новые, игра стала довольно-таки красивой, да, то есть, совсем не скажу, что это игрушка 2005 года, да, конечно, не знаю, какого на самом деле, в каком году выходил Warcraft, но она очень древняя, да, все смотрится довольно-таки симпатично, города, интерфейс, персонажи, модельки там все в рейдах, модельки персов, красивые, такое полигональные, да, не квадратные, как в арке третьем там у нас, вот, и мне это все нравится, радует глаз, и, ну, не может вызывать какой-то негатив, потому что действительно все это красиво, по крайней мере, на мой взгляд, я играл в Warcraft, я знаю про то, как он выглядит, и сейчас он стал смотреться гораздо лучше, сервера, как вы видите, живые, да, хотя при выборе реалмов, мне все-таки пришлось посмотреть, где у нас сейчас играют люди, вот, ни хрена не поменял за те годы, пока меня не было, ревущий ферд остался всем тем же самым концентрированным местом Орды, да, Альянс все так же сидит на гордуне, вот, однако, произошли довольно-таки ключевые изменения в плане того, что сейчас, по всей видимости, из-за того, что все-таки онлайн, немножко просвел, ну, либо просто для того, чтобы не заебывать людей вот этими формальностями из прошлого, да, которые по сути-то были фикции и просто делили большой онлайн-игры на два больших лагеря, Альянс теперь может повсячески взаимодействовать с Ордой, то есть будучи орком, ты можешь взять в пати ночного эльфа и спокойненько с ним пойти в данж или пойти в рейд, то есть вот такие ограничения сняли, также присутствует, насколько я понимаю, много рациональные, многорасовые, ну, короче, вы меня поняли, гильдии, да, в которых абсолютно не важно, кто ты есть, по-моему, теперь даже не сильно важно, на каком риалме ты находишься, потому что большинство риалмов соединены друг с другом, вот, и с грядущим патчем, который наступит вот буквально в среду, еще введут кросс-реалмовый трейд, который уберет вот все ограничения, которые, по крайней мере, я могу вспомнить, ну, вот, и еще одна фишка по поводу всего вот этого, я думаю, что многие встречки, которые посмотрят на все, что я сейчас рассказываю, будут рады, аукцион стал также кросс-реалмой, то есть у тебя есть огромное количество вещей, которые присутствуют на рынке, да, и ты не знаешь, у кого ты покупаешь, ты видишь только количество лотов, цены, и весь рынок реагентов, он довольно-таки большой, с довольно-таки стабильными ценами, которые работают через реалмы, такие вот хорошие нововведения, которые я очень сильно оценил, этого очень сильно не хватало, тебе не важно, в принципе, играешь, где ты на самом тухленьком серваке, где нет никакого онлайна, или же, наоборот, играешь на высокогустонаселенном сервере, да, ты можешь всегда закупиться всем тем, что тебе нужно. Это не работает немножко в новой системе профессии, о которой я расскажу чуть-чуть поповечу, потому что появилась такая штука, в которой ты можешь заказывать определенные вещи у людей, у которых есть профессия, да, появилась такая штука, как консорциум, торговый консорциум, по-моему, да, или консорциум ремесленников, если не память не изменяет, да, вот, и он всячески поддерживает новую фишку с профессией, опять же, по профессии я расскажу попозже, но это такая законная штука, как добиться там какой-то, какого-то крафта, если тебе лень сидеть в чатике и ожидать, пока появится нужный тебе человек. Начну на самом деле с самого-самого, что первое мне бросилось в глаза. Это сюжетка. Вот, и опять же, вот, вроде как, все вот эти игры, это немножко игры не про сюжет, но Warcraft вот как раз-таки и про сюжет. Вот, и в этот раз, может быть, я стал старый, что ли, чего, я не понимаю. Вот, мне действительно было интересно следить за развитием сюжетки, что тут происходит с аспектами и с драконами, и как вообще развивается сценарий. Вот, я заквестил все, что только мог. Да, я закрыл вообще все кампании, закрыл Хранители Мудрости Драконьих Островов. Это мета-ачивка за прохождение всех побочных и непобочных квестов на всем континенте. Вот, и еще раз повторюсь, мне было действительно интересно следить и наблюдать за тем, как здесь построена история. Да, местами были, конечно же, не очень хорошие моменты, сюжетные повороты, которые, на самом деле, спойлерить я не хочу. Да, все те, кто хочет, найдут ролики, найдут, там, не знаю, анализ сюжета или что-то там еще. Вот, просто всем тем, кто вдруг насмотрится меня тут и идет, пойдет играть в Warcraft, я настоятельно рекомендую не скепать сюжетку и последить за тем, что же тут происходит. Были открытые моменты, которые были связаны с вплоть с ивентами до Лич Кинга, Катаклизма, ну и поздними ивентами, которые я, к сожалению, не достал. Это такие, как там, борьба с древними богами в Battle for Azeroth, да, за которую я, к сожалению, был не в курсе. То есть, часть сюжетки я не до конца понял, так как пропустил тут, грубо говоря, семь лет игры или два с половиной аддона в пересчете на дополнение. Вот. Прокачка из-за того, что я попал в довольно-таки хорошее время, потому что сейчас из-за запуска Diablo 4, насколько я понял, судя по названию бафа, Ветре Цинктуария, я получал на 50% больше опыта, я прокачался буквально за две локации, однако я делал в этих локациях все квестики, как я до этого и говорил. Да, то есть Драконии Острова у нас содержат в себе на данный момент шесть игровых зон, на старте аддона это было четыре, да, потом добавились еще две качап-зоны, да, для всех тех, кто, как я, догоняет аддон. Вот и буквально за две локации я прокачался до 70-го текущего львака, да, для всех тех, кто, опять же, не в курсе, игру сплющивали неоднократно. Вот теперь кап максимального левела 70-й, был там 50-60 в предыдущих аддонах, вот, и, соответственно, из-за того, что цифры в Уверкрафте растут каждый раз, из-за апа гиры, из-за апа всего остального, они их периодически сплющивают, это все нормально, однако, даже сейчас я ворвался в середине аддона, и, насколько я понимаю, сплющивания не было давно, вот у меня у персонажа полмиллиона, то есть 577 тысяч хп, в довольно-таки приличном таком гире. Вот. Ну и, наверное, следующее, о чем я хотел бы сразу рассказать, это в целом сложность одевания. Так как с прокачкой я особо сильно ничего тут рассказать не могу, сюжетку я спойлерить точно не буду, а по прокачке, по квестикам, ну, что тут еще сказать, приходишь на Локу, как обычно, там, заеблых квестов каких-либо нету, нету сраного, там, вступления с Легиона, где тебе, где ты бегаешь, как супергерой, который только ты можешь спасти, там, Азерот, и спасаешь, короче, всех, здесь такого нету. Здесь есть довольно-таки прямолинейная система, как обычно. Пришел, тебе дали три квестика, сделал, передвинулся в следующую точку, взял следующие три квестика, пошел дальше. Да. Каких-то всратых ивентов в виде сопровождения NPC я, опять же, не заметил. Они были, но NPC научили, наконец-то, дамажить и быстро бегать, и, соответственно, с этим проблем быть абсолютно никаких не должно. Вот. На каких-то хиклах летать, там, на драконах, на чем-то еще, вроде как, не заставляли. Единственным минусом, кстати, во время прокачки, мне, мне показалась новая система полетов. Система полетов претерпела в игре довольно-таки серьезные изменения. Если обычно у тебя в игре есть просто маунт, да, который ездит в зонах, где позволено ездить, и летает в зонах, где ты можешь летать, ваш капитан, да, на драконих островах, как только ты приходишь в них, там, буквально, спустя нескольких квестов, тебе выдают своего личного птеродактиля. Ну, если показать его изначального, да, тебе дают протодракона, на котором ты и должен летать. То есть, полеты выглядят следующим образом, что у тебя существует дракония энергия, бодрости, то есть, да, и у дракона есть целая куча обилок, и даже целая идея его прокачки, которая дает тебе, дракону, возможность летать быстрее, находиться в воздухе дольше, и так далее, и тому подобное. С этим даже связаны некоторые квесты, локальные задания, и просто достижения, которые можно каким-то макаром заработать в игре. Как это работает? Обычным, привычным образом, там, нажатием на пробел, маунтер не взлетает. Есть кнопка взлететь, есть кнопка там, набирать высоту, стремиться вперед, вот, и всячески эти возможности у вас апгрейдживаются с помощью квестов, которые, не квестов, а вещей, которые нужно будет собирать по всему миру, ну, аналог я могу привести, наверное, те, кто играл в Final Fantasy, наверное, меня поймут, вот, там нужно собирать ветерки, здесь нужно собирать такие медальки, которые разбросаны по всему миру. Вот, маунтер быстрее работает лучше, однако, опять же, повторюсь, почему мне все это не понравилось, это то, что когда у тебя, вот, как сейчас у меня кончается энергия, а во время прокачки она у тебя кончается, ты ее не можешь никак восстановить, только вот сесть на землю и подождать, пока она заполнится у тебя сама по себе, вот, потому что перки, которые у тебя набирают тебе энергию, берутся очень и очень поздно. Вот, который во время разгона нашего маунта дает одну единицу бодрости, берется в самом конце и дожить до этого будет сложно, некоторые люди, приходя на локацию, сначала собирают эти монетки, которые разбросаны везде, а только потом начинают коситься и, в принципе, я их понимаю, да, теперь, точнее, понимаю, когда все это дело пощупал. Вот. Прокачавшись до капа, в принципе, дальше игрока не обязывают заниматься абсолютно ничем, кроме как одеванием, да, можете целовать там белочек, можете что угодно, но для того, чтобы куда-то там сходить, все-таки и тем левел наращивать придется. И тут сейчас присутствует довольно-таки много способов, как догнать людей, которые в аддон играют давно. Вот, начну, наверное, с самого простого и верного способа это просто там покупить на аукционе какую-то зеленочку. Вот. Ну, лично я занимался тем, что формил новые локации, связанные с людьми, которые возвращаются игру. Это Запретный край и Пещера Заролик. Там у нас живут всякие нехорошие твари в виде прислужники элементария. Не суть, короче. Это злые дядьки, из которых падают куски гера, которые, как и во времена Пандарии, превращаются после нажатия на них правой кнопочкой мыши в определенные вещи с определенными статами. Все это разработали уже давно и все это активно используется для всех тех людей, которые у нас в игру возвращаются. Сейчас на паре вещей я покажу. То есть, это токены, которые привязаны к учетной записи Blizzard. То есть, могут быть переданы с помощью почты на вашего альтернативного персонажа. Вот. Также эти штуки трейдабл. Спасибо моим друзьям, которые остались до сих пор играть в игре и встретили меня, как говорится, с распростертыми объятиями. Мы сходили в нужное место, где можно все это дело поформить и быстренько одели меня в хоть какой-то базовый 385-й гир. Работает это вот таким образом. Правой кнопочкой нажимаешь, или там что угодно, да, там палащ и так далее и тому подобное. С помощью других итемов они обгреживаются до 392-го. И 392-й это уже хоть что-то, с чем ты можешь хоть куда-то сходить. Там, самые базовые ключики, данжики, может быть, поиск рейда, на которых доступно сейчас довольно-таки много. В общем, хоть куда-то сунуться, чтобы попытаться чего-то себе дальше надыбать. Ну и по поводу одевания в целом и сета, сетового тира, который дает большие прибавки к силе персонажа в частности. Вот. Если раньше ходить в рейды было абсолютно обязательно, да, ты не мог никак себе надобыть тир без того, чтобы попасть в какой-то там рейд, тебе все сделали гораздо проще. то есть, в принципе, человек, который вообще ни разу не появлялся в рейде по прошествии там нескольких недель, когда включают вот это вот место, которое называется у нас консульт катализатора возрождения, может быть, точнее, человек, который этим воспользуется, может себе надобыть сет. сюда у нас показать, наверное, ни на чем не смогу, да, но она умеет переделывать одни вещи в другие, то есть, меняя их статы, а если мы суем сюда какие-то куски вещей из слотов, там, шлем, перчатки, как говорится, штаны и так далее и тому подобное, мы умеем делать из этого куски сета. То есть, в принципе, надыбав экипировку какого-то более-менее интересующего вас этим левелом, мы можем получить себе четыре куска. Из-за этого во время походов в рейд или походов в ЛФР, то есть, в нормал, в герой, куда угодно, вы сталкиваетесь с ситуацией, что тировые куски, тировые куски в принципе никому не нужны. Да, я на вторую неделю, на первую неделю, к сожалению, я не так много провел в игре и не смог закрыть герой к рейд. На вторую неделю, приходя в рейд, я просто лутанул себе весь сет с первого захода, потому что больше никому они не нужны. Да, ты можешь спокойненько сходить в какой-то там данж или куда-то там еще, лутануть себе все, что ты хочешь и превратить где-то в сет. Ну вот, в этом плане все хорошо. Остальные кусочки можно добивать следующими способами. То есть, все так же падает в рейде, но в рейде далеко не все присутствуют у нас куски. Да, также для всех тех, кто не знаком с системой ключей, я немножко расскажу, что это вообще такое. Для того, чтобы разнообразить геймплей в легионе, разработчики вводили штуку такая по названию как эпохальные плюс ключи. То есть, вообще есть сложности данжей обычные, то есть, героические эпохальные, эпохальные это там, как говорится, топовая сложность, она не сложная, но добавляет там новые механики убоссов, делает их жирнее и так далее, и тому подобное. Вот, эпохальные плюс, как вы можете понимать, просто наращивает количество хп, урон и так далее и тому подобное в зависимости от тира. То есть, ключи могут быть там, плюс 1, плюс 2, плюс 25, там, плюс 30, да, вот, выгодят они вот таким образом и имеют в зависимости от количества левелов, точнее, просто от своих левелов, могут иметь различные модификаторы. На этой неделе модификаторы следующего образа это тиранический, то есть, боссы у нас сильнее, да, оплетающий, во время боя там у вас появляются всякие, всякие лианы, которые пытаются вам всячески помешать, исполнять, там, механики или прочее еще, и взрывной. При победе над противниками они взрываются и накладывают на всю пати дот, который нас всех бьет, то есть, в маленьких ключах, если это не сильно заметно, то в больших приходится всячески обыгрывать эти механики, то есть, стопая урон, там, не настакивая много дебафов, быть аккуратным в плане, вот, в плане того, как ты справляешься с механиками босса, потому что на тебя могут на кинуться, Лиант должен держать это все в голове, вот, то есть, добавляет, да, эдакий челлендж и так уже челленджовые данджи, потому что ключи, особенно больших тиров, это то, что можно сравнить с рейдами мифик уровня, да, то есть, с топовой сложностью рейдового контента, который сейчас присутствует в игре, соответственно, что у нас получается, для чего я все это сижу, рассказываю, то есть, если у нас героик заканчивается лутом с этим левелом, сейчас я даже скажу каким, 437, который может быть обгрежен в 441, да, а эпохальный рейд у нас заканчивается на 450 гире, который не может быть обгрежен, про обгрежен, я, кстати, сейчас расскажу, а начинается там с 441, того же, то с ключей уровня 16-го можно получать тот же самый гир, который грейдится до 41-го, или там с недельного сундука, о котором там тоже сейчас немножко я расскажу, до 47-го включительно, вот, по поводу системы апгрейдов, то есть, у нас в игре присутствуют вещи, которые при выбивании имеют вот такую вот штуку, называется она уровень улучшения, на ней может быть там 8 левелов, и даже если ты выбил лоу-левельную вещь, при вливании определенного количества валюты, ты можешь эту вещь апнуть, то есть, яркий там пример, вот я выбил кольцо 431, и я при помощи этой штуки могу апгрейдить его вплоть там до 441, делая этот предмет не бесполезным, вот, и с помощью этой системы люди просто бегают ключики, абсолютно, иногда даже не трогая рейды, потому что они им, в принципе, не интересны, могут одеваться в топовый шмот, с которым они могут делать любой контент, но любые контенты, опять же, рейды там или более высокие ключи, существует рейтинг, с этим рейтингом случается, конечно, полная жопа, вот, как только я сейчас закончил с одеванием, я обязательно расскажу историю о том, что сейчас происходит, это рейтинг рака, рака игры, зародился он еще в далеком лечкинге, когда был гирскор, сейчас же все это перекочевало и деградировало, включает в себя и рейтинг вашего, ваших предметов, на который присутствует на персонаже, плюс рейтинг в этих самых донжах, в которые вы хотите попасть, старые линкани ачивку, теперь на уровне ключей, и я немножко отвлекаюсь, конечно, еще один момент, в котором можно одеваться, это крафт, система крафта в игре претерпела довольно-таки серьезные изменения, теперь у нас профы разделены на эры, как таковые, да, у нас есть эра драконьих островов, есть эра классическая и там катаклизм, так далее, тому подобное, теперь можно посмотреть рецепты из всех возможных источников, которые были когда-то либо в игре, ну вот, и крафт стал довольно-таки сильным инструментом в одевании персонажа, он не так силен в самом начале аддона, но однако, точнее, не аддона, а сезона, да, то есть, сейчас у нас каждый аддон развит, разбит на сезоны, которые идут там в течение нескольких месяцев до выхода следующего большого крупного обновления, вот, и крафт предоставляет очень серьезные преимущества для всех тех, кто влился в игру позже, потому что когда-то путешествует по драконьим островам, падают вот такие штуки, расщепленные искры пламени тьмы, с помощью этих расщепленных искры пламени тьмы собирается искры пламени тьмы, как вы могли догадаться, да, с помощью которой крафтятся вот такие вещи. Вещи, созданные с помощью пламени тьмы, это крафтовые вещи со всякими наворотами и апгрейдами, вот, и темлевелом вплоть до 447-го. Да, сразу они крафтятся, не 447-е, но, однако, с помощью всяких там приколюшек в виде превращения их с помощью гребней и так далее и тому подобное, сильно в эту систему я, наверное, не буду углубляться, потому что это займет еще там, я не знаю, 40 минут, вот, вы можете с помощью крафта, абсолютно там не выходя из города, имея хоть какие-то там средства в виде голды, да, обзавестись довольно-таки сильными кусками гира, в моем случае я скрафтил там пушку, потому что, сами понимаете, там, я играю воином и мне очень и очень нужен вепон, да, себе я скрафтил там ствол, пояс, ботинки и штаны, обеспечив себе пять слотов гира, которые только мне заблагорассуются, потому что во время крафта, сейчас покажу в виде заказов, да, заодно и расскажу, как текущая система работает, мы можем выбирать статы, которые мы хотим запилить нам в ствол, то есть изначально вещи у нас крафтятся там 383, это вещи еще с первого сезона игры, однако с помощью той самой искры, к сожалению, целой искры у меня нету, показать я вам этом не могу, мы можем увеличивать это млвл вещи вплоть до 447, вот, и выбирать нужные в ней статы, вот, в данной слоты у нас составляются айтемы, которые позволяют выбирать статы, добавлять всякие свойства, эмбалишменты так называемые, да, или украшения, которые связаны с пвп, соответственно, все это сделало в игре большой и большой упор на крафт, это очень хорошо, это мне очень нравится, то есть качать профу в принципе выгодно и нужно, опять же, в этом есть большой один подводный камень, всем тем, кто догоняет, вот, будет очень несложно надыбать нужные для профессии очки, чтобы тягаться с людьми, которые играют в течение всего аддона, да, то есть профа, в принципе, осталось той же самой, ты также качаешь навык, единственное, как в Final Fantasy, там, кто в курсе, что это такое за игра, появился гир на каждую из профессий, ну, а это, шапочка, чест, там, и вепон, вот, и в профессиях появились специализации, специализации качаются за специальные очки, специальные очки просто так не надыбаешь, вот, приходится все это дело побеждать с помощью огромных таймгейтов, которые, там, разбиты на недели, и добываются они очень и очень непросто, вот, все те, кто играют давно, имеют все уже прокаченное, все те, кто врываются, как я, вынуждены страдать и пользоваться услугами всех тех, кто играет в игру длительное время, да, потому что сам себе создать я ничего не могу, потому что новая система крафта, вот, очень и очень стала похожа на систему мастерворков из Final Fantasy, всех тех, кто, всем тех, кто шпилил, не нужно за это объяснять, то есть Final Fantasy присутствует система качества вещей, которая позволяет создавать вещи более качественные, увеличивая их статы, вот, вплоть там, от одной звезды заканчивая тремя звездами и, соответственно, делая довольно-таки дорогие предметы из дорогих и агентов низкого качества, ничего хорошего из этого не будет получаться. Для того, чтобы делать более качественные предметы, необходимо мастерство, мастерство набирается с помощью навыка той или иной профессии, гира, который вы на себя одеваете, и специализации, если там, гир и навык вы прокачать можете, то специализацию из-за таймгейтов, из-за того, что она, из-за того, что профессия вам выдается строго, там, сколько-то поинтов там в неделю, да, и существуют, конечно, такие осколки знания, которые падают с данжей, берется очень непросто, на это придется потратить время. Вот, однако, это время того стоит, впоследствии можно зарабатывать неплохие деньги, если ваша профессия будет востребована, да, вот, и с помощью всего этого, напомнить, что я тут сижу, рассказывая, мы можем создавать себе, в принципе, любые абсолютно слоты, потому что, то есть, крафт есть абсолютно весь, ты можешь брать любой слот и с нужными статами себе на него что-то делать, да, это и в моем случае, если у меня, у персонажа приоритетные статы это скорость и искусность, соответственно, весь свой крафт я сделал таким, чтобы он был со скоростью и искусностью, и, чего немаловажно, весь этот гир, он не просто крафченный, он может быть переделан. Весь этот гир может быть переделан под нужды, которые вдруг у вас по какой-то причине поменялись, да, то есть, если вы скрафтили себе вот такие вот ноги, к примеру, да, и решили, у меня они получились там со скоростью, искусностью и украшением, которое там наносит урон, не буду углубляться в эти вопросы, вот, и если вдруг мне понадобилось поменять на них вдруг статы, то есть, я могу взять, выбрать эти штаны, попросить там кого-то из моих друзей, у которого я все это делал, да, или сделав там публичный заказ, все это дело переделать и заменить в нем, вот, собственно, я раньше до этого не додумался, вот сейчас сделал, да, и заменить на этой вещи статы, item level или что-то там еще, да, то есть, вот, это та самая искра, которая собирается из кусочков из этих, которая апает базовые item level вещи, которые становятся там, 434-м и с помощью навыков профессии может становиться 447-м, далее у нас есть реагенты, есть грибень, который увеличивает item level вещи еще больше, есть начертания, так называемые, с помощью которых вы можете выбирать количество статов, да, количество и разброс статов, то есть, любая комбинация статов, которые вас интересуют, здесь есть, и украшение, так называемое, которое является уникальным использующимся, их может две штуки, может давать ваши вещи, какие-то уникальные свойства, в моем случае, это там пламени, тьмы, в общем, оно просто домашнее, да, не буду углубляться в механику, вот если посмотреть, там, репорт с нашего ближайшего донжа, то есть, эти две накладки, там, нанесли 4% урона за улучшение в броне, и это, в принципе, неплохо. Вот, и таким макаром, там, заполняя какие-то слоты крафтом, заполняя, там, слоты сета с помощью каталиста, мы имеем возможность практически полностью одеть персонажа в интересующие нас вещи. Да, останутся нонсеты в виде шеи, площадь амбрасов, которые также можно скрафтить, вот, и, не знаю, основной проблемой будет достать тринкеты, которые падают с тех самых данжей, может быть, повезет, и выгодны быть. Вот, и, лично у меня, там, чтобы взять относительно неплохой этом левел, 440-ой, это, в принципе, то, что, не знаю, что я больше еще могу взять на персонажа, там, разве что, начать рейдить мифик рейды, больше я себе сделать не могу, то есть, 440-ой этом левел, это ритм-левел вхождения, там, не знаю, во все активности, которые только можно. Вот, и за неделю, грубо говоря, я его набрал без каких-либо проблем, но, на самом деле, проблемы есть, на самом деле, проблемы есть, и эти проблемы будут заключаться в мифик рейд, мифик данжен рейдинге. Я заводил об этом речь, в игру введена такая штука, как счет в режиме эпохального подземелья, это ваш счетчик того, сколько данжей вы закрыли, за какое время, и плюс какой ключ вы, собственно, закрыли. То есть, таким эталонным, минимальным для того, чтобы чем-то там выпендриваться и получить телепорт к данжену является 20-ый левел, там, я пока еще далеко не все закрыл, но стараюсь сделать, да, является 20-ый левел данжена, и с этим будут проблемы. То есть, даже если у вас есть гир, даже если у вас есть скил, никто не знает, об этом абсолютно ни хрена. Да, вы будете постоянно сталкиваться с проблемой, что в поиске подземелий, если мы будем заходить заранее собранные группы, да, у нас есть вот такая штука как рейтинг. Когда ты пытаешься к кому-то инвайтиться, человек также видит свой рейтинг. Соответственно, чтобы проходить там 20-ые ключи рейтинга нужно тысячи две с половиной, две с половиной тысячи, точнее, это тот порог, на котором тебя начинают брать. Две с половиной тысячи дается за прохождение почти всех данжей 20-го левела за время. Возникает вопрос, такой же, как у большинства соискателей работы в реальном мире, а, собственно, где взять опыт, если ты не можешь этот опыт получить, потому что тебя не берут для того, чтобы набирать этот опыт, да, ну, я имею в виду проработок. И тут то же самое, то есть, даже при наличии скилла, о котором пуги, к сожалению, не знают, пугие-трандомы, вот, и ты никуда не попадешь. То есть, есть вариант покупать, там, gold boost какой-нибудь, да, но это не наш выбор, мы же не бомжи, вот, либо обращаться к друзьям и знакомым, которые у тебя до сих пор играют в игру, и попросить тебя немножко пропаровозить до тех, до того момента, пока ты сам не сможешь быть тем самым человеком, который адекватно вливает урон, танчит или хилит свою группу. Вот, то есть, у меня было с кем поиграть, спасибо большое ребятам в дилейну, спасибо Allsafe, вот, эти ребят пропроводили, грубо говоря, меня в течение первой недели, вот, мы тут какие-то ключики позакрывали, и на второй неделе я уже спокойненько могу себя чувствовать с каким-то там гиром, с терсетом, вот, и мы начали закрывать потихоньку уже 20-е ключи, что далеко не всем может быть вообще под руку, точнее, по силам, все-таки тут нужно думать, тут нужно адекватно реагировать, тут нужно знать тактики, нужно быстро адаптироваться к меняющейся ситуации, потому что много чего происходит на самом деле, вот, к сожалению, вводов у меня всего этого не было, стримить, я все это не стримил, очень сильно жалею, но вот такая у меня сейчас тут обстановка в плане свободного времени и возможности запускать стримы, вот, и еще один момент, который хотел бы я, наверное, рассказать в плане одевания персонажа, это тот момент, что раз в неделю, в зависимости от того, что тут прошел, да, персонаж может получить одну вещь из великого, блин, хранилища, вещь, то есть категории, за которые ты будешь получать у нас, это рейды, это эпохальные подземелья и пвп, так как пвп меня интересуют с середины Лич Кинга, я вообще даже не сувался и суваться туда не собираюсь, вот, закрывая определенное количество боссов в рейде, ты получаешь один из слотов для генерации награды следующую неделю, то есть тебе в 3, 5 и 7 боссов ты получаешь 3 вещи, которые будут падать с той активности, в которой ты их заработал, да, так как я прошел героический рейд, вещи будут 428 итем левела и улучшаемые до 441, вот, и их будет 3 вещи, иногда это помогает выбить себе тот слот, который вот никак тебе совсем в рейде не падает, соответственно, то же самое с эпохальными ключами, то есть это 1, 4 или 8 ключей максимального левела, который ты умудрился пройти за всю неделю, с которых падает вот то, что там, 447 итем левела награда, 447 итем левела награда, если вы запомнили, что я тут рассказывал, это награда того итем левела, который почти приближен к итем левелу рейдового гира с эпохальной сложности с последних боссов, нет, с последних боссов падает 450, и с предпоследних 447, соответственно, даже не ходя в мификрейт, ты можешь заполучить себе довольно-таки неплохой эквип, ну и в принципе фарм ключей довольно-таки забавное занятие, если у тебя есть с кем это делать, ты всегда можешь, как видите, их тут целая куча, а я сейчас пишу видео в 6 часов утра, да, ключей очень много, если там включать в фильтре все языки, ну, проблемы с этим теперь нет. ЛФГ, кстати, теперь работает кросс-реалмово, опять же, да, потому что, потому что в игре, помимо того, что объединены все реалмы, сделали еще такую штуку, все регионы, за исключением, конечно, Америки, там и Азии, теперь тоже объединены, то есть у нас есть русские реалмы, испанские, французские, ты можешь спокойненько создать себе где угодно персонажа и играть, соответственно, все, соответственно, все персонажи также могут играть друг с другом и пользоваться одним поиском. вот, ну и, не знаю, система мифик плюс данжей хороша, система мифик рейтинга в принципе нужна, однако, как люди им распоряжаются, мне на самом деле очень сильно не нравится. В свое время я помню, довольно-таки серьезно пригорал, когда еще не играл на официальном серваке, да, играл там на пиратках Личкинга какого-то, очень сильно горел с того, как люди абсолютно не взирают на скил других людей. Типа, да, я понимаю, это, все это делается ради того, чтобы упростить себе жизнь. Никому нахер не надо никого тащить. Да, и в принципе где-то я с этим соглашусь, где-то я с этим не соглашусь, но вот не давать абсолютно никакого пространства людей, у которых может быть скил, это как по мне неправильно, я не могу давать никаких конечно советов по поводу того, как все это фиксить, вот, но так как возвращающийся игрок, к примеру, с руками, который знает про игру довольно-таки много и у которого с руками все нормально, я был немножко опечален тем, что в принципе я нахер здесь никому не нужен, вот, несмотря на то, что руки у меня там из нужного места растут и играть я умею. Типа, не играй с пугами, да, это хороший вариант для всех тех, кто не хочет сталкиваться с таким нечестным моментом. Однако, если у вас нет с кем шпилить, вот, вам постоянно придется сталкиваться с ЧСВшными людьми, с людьми, которые будут блеймить вас за то, что, я не знаю, там, ты не знаешь, как там, что делать в первом данже, потому что ты первый раз в данже, да, блин, а ты, не пойдешь же ты смотреть видосик, как проходить героик данж, да, и вот это вот все, и такого хейта очень много, люди стали крайне токсичные, крайне нервные, буквально один вайб начинает уже разваливаться группа, вот, то есть и херни я повидал довольно-таки много, да, доходит вплоть до того, что, приходя к, я не знаю, к последнему боссу в данже, и там, обосравшись пару раз, закончив ключ не во время, да, если заканчиваешь ключ не во время, он не улучшается, он, наоборот, уменьшается, то есть, если ты шел 20-й ключ, и, как говорят, ты его сломал, он станет 19-м, вот, награды из сундука все еще останутся, и люди просто не хотят заканчивать данж, потратив там 40 минут своего времени, данжи идут там в среднем, не знаю, по полчаса, прибавим сюда несколько вайпов, 40 минут времени, и вот, сундук уже стоит перед тобой, блять, убей ты босса, и там, люди ливают, и абсолютно не хотят заканчивать начатое дело, такой подход людей меня очень бесит, люди куда-то торопятся, все стали какие-то нервные, вот этот, я не знаю, почему, токсичность при этом преобладает, так что, если собираетесь возвращаться, лучше возвращаться куда-то в какой-то коллектив, хотя бы при наличии хоть кого-то, кто играет, пытаться попасть в какую-то гильдию, в которой хоть какая-то активность происходит, вот, ну, блин, потому что будет очень сложно, даже если у вас есть руки, повторюсь, нахрен никому никто не упал, пока у тебя нету заветных циферок в твоем этом левеле, и вот в этом месте, да, и нету там ачивок за прохождение тех или иных рейдов, вот, ну, и на свои две недели пока что я для себя выяснил вот все, что сейчас вам писал, не знаю, насколько эта информация была вам полезной и интересной, это в ближайшее время на горизонте у нас старт сезона в Диабле, который я, если честно, не очень горю желанием начинать, где-то там в конце или в начале, по-моему, августа, может быть, в середине будет сезон Торчка, в который я хочу поиграть, да, в ближайшее время будет Экзайл Кон, на котором расскажут, что будет связано с Паешкой и что там у нас вообще ждать от Пае-2, в общем, будет двигаться в этом направлении, пока что, сорян, ребят, что не появляюсь в онлайне, у меня тут довольно-таки большие проблемы как с кукухой, так и с финансовым положением моим, вот, я постараюсь выходить в онлайн, как только у меня будет возможность, всем огромное спасибо, что потратили время и посмотрели все это, надеюсь, хоть что-то из этого было вам полезно и интересно, в общем, с вами был Антоп, увидимся, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok